Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Евангелия от Марка по тексту Островской Библии 1581 года. И мы сегодня будем читать девятую главу этого Евангелия. И мы читаем с первого стиха и ниже окончание 37-го зачала. Глаголыше им, аминь, глаголю вам, яка суть нецы от зде стоящих, и же неимуть вкусите смерти, донди же видят Царствие Божие, пришедшее в силе. Итак, Христос говорит, что среди тех, которые стоят перед Ним в этот момент, есть те, которые не успеют вкусить смерти, как увидят Царствие Божие, грядущее в силе. Донди же видят Царствие Божие, пришедшее в силе. О чем это? Прежде всего, имеется в виду Святая Пятидесятница, когда Дух Святой сошел на апостолов, ибо явление Царствия Божие в силе – это и есть действием Духа Святаго. Потому что действие этой Божественной Личности, Духа Святаго – это действие Божественной силы. Еще Деве Марии было сказано, «Сила Всевышнего осенит тебя». А апостолам накануне Дня Пятидесятницы Христос сказал, ждите, когда сила Всевышнего, то есть Дух Святой, сойдет на вас. Но есть и другое объяснение, что имеется в виду Христово Воскресение. Потому что Христос воскрес по воле Отца Небесного, силой собственного ипостатственного Божества восстал из гроба действием Духа Святаго. И далее идет уже 38-е зачало, и мы читаем. «И по шесть дней поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, и возведе их на гору высокую особь едины, и преобразися пред ними, и ризы его, быша, блещашеся, белы зело, яко снег. И отцех же не может белильник убелить и на земли». Здесь мы видим чудо преображения Господня, когда Христос берет с собой Петра, Иакова и Иоанна, возводит их на гору высокую особь, то есть без других учеников, это гора Фавор, и там он преображается. «И его одежды становятся белыми, и отцех же не может белильщик убелить и на земли». То есть блещаще, белы зело, яко снег, и никакой белильщик не может так убелить одежды. Одежды Христа в данном случае символизируют собою святых, которые следуют за ним. Помните, когда был вход Господень в Иерусалим, люди постелали свои одежды, они как бы сами стелились в виде этих одежд под ноги Господу. «И явися им Илья с Моисеем и беста с Иисусом глаголюще». Появляются два пророка, Илья и Моисей, и беста с Иисусом глаголюще. Почему Христос берет с собой трех апостолов? Христос говорит о себе, что Он пришел не нарушить закон, а исполнить. А в законе Божьем сказано, что любое слово верно при устах двух-трех свидетелей. Поэтому здесь было достаточно Петра, Иакова и Иоанна. На горе Преображения мы видим одного человека с неба, одного человека из преисподней, из ада, трех человек земных и Господа Славы, Христа Спасителя. Человек с неба – это пророк Илья, который был живьем, взят на небо. Человек из преисподней – это Моисей, который вышел из ада, чтобы беседовать со Христом на горе Фавор. И три человека с земли – это его ученики. И осеняющее облако, оттуда звучал глаз Бога Отца, а посреди сам Бога Человек Христос, который в себе самом соединяет божественное человеческое, небесное и земное. О чем Моисей и Илья разговаривали со Христом? Есть такое предположение, что они разговаривали о предстоящих страданиях Христа. И, отвечав Петер глагола Иисусове, «Рави, добро есть нам, где быти!» Петр в восторге. Он восклицает, «Добро есть нам, где быти!» «И сотворим кровы три, то есть сделаем три шалаша, кущи, три кущи, тебе един, и Моисеубе един, и Ильи един». И Марк пишет, «Не ведешь бо, что реши!» То есть не понимаешь, что говорит. А древний византийский экзегет Ефимий Зигабен называет такое поведение Петра «священным безумием». Апостол Петр испытал такой восторг на горе Фавор, что он решил поселиться здесь со Христом, Моисеем и Ильей. И те, которые были на горе Фавор, наверное, видели, что там монахи сделали все-таки три кущи. И там надпись, «Как хорошо нам здесь быть!» Слова Петра. «И бысть облак осеняя их». И облако с неба спускается, осеняя их. «И приди глаз из облака глаголя «Сей есть сын мой возлюбленный, того послушайте». «Сей есть сын мой возлюбленный, того послушайте». Нечто подобное говорится и в момент крещения Христа. Там голос Бога Отца был такой. «Сей есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». А здесь «Сей есть сын мой возлюбленный, того послушайте». А почему здесь прибавление «того послушайте»? А почему на Иордане этого не было? Потому что, когда Христос крестится на Иордане, он еще ни одной проповеди не произнес. А между крещением на Иордане и преображением Господнем было огромное количество проповедей, в том числе Великая Нагорная проповедь. Поэтому здесь Бог Отец является, чтобы подтвердить не сыновство своего сына, а подтвердить каждое слово, которое он уже произнес. Вот этот текст Евангелия, то, что мы читаем. Ибо евангелисты-апостолы писали, не отталкиваясь только от своей памяти, действием Духа Святаго. Того послушайте. И если кто-то спросит нас, а вы, христиане, уверены в том, что Евангелие – это Слово Божие, мы должны говорить «да», на фаворе, Бог Отец сказал, что мы должны слушаться этого Слова. Того послушайте. «И внезапо возревшие к тому никого же видишь токма Иисуса единого собою». То есть все это видение пропало, нету осеняющего облака, нету Моисея, нету Ильи, и токма Иисус. Токма Иисус. А в Иисусе все. Христос говорит «Видевший меня видел Отца». То есть через него мы познаем Отца. В Иисусе все. Через него мы получаем Духа Святаго, как Иоанн Креститель говорил о Христе. Он будет крестить вас Духом Святым. Нету Моисея, но Христос Исполнитель Закона. Нету Ильи, но Христос Свидетель Небесной Жизни, чертогов Бога Отца. Поэтому вот это уточнение «Токма Иисуса Единого Собою», а мы знаем, что никто не приходит к Отцу, как только через Христа. Никто не может получить Духа Святаго, как только заслугами Христа. Поэтому все во Христе. «Сходящим же им с горы запрети им, да никому же поведать, я же видиша, токма егда сын человеческий из мертвых воскреснет». То есть Христос запрещает ученикам Петру, Якову и Анну кому-либо рассказывать об этом, и они могут это сделать только после его воскресения. «И слово удержавши в себе стезающе», то есть они как бы приняли это слово, но они спрашивают, что есть ежи из мертвых воскреснуть? Для них это было не очень понятно. «И вопрошаху его глаголюще, яка глаголют книжницы, яка Ильи подобает прийти прежде». То есть «А как книжники говорят, что Илья придет прежде Христа?» А тут Илья появился на горе. «Он же отвечав рече Илья оба пришед прежде устроить вся и, как и списано о сыне человечествем, да много постражит и уничижен будет, но глаголю во яка Илья приди и сотвориша ему елика хотяше». Здесь Христос говорит о том, что Илья уже приходил, он был в духе Ильи был Иоанн Креститель. Поэтому все происходит так, как сказано. «Як уже писано о нем и пришед к ученикам, видя народ мног о них и книжники стязающиеся с ними». То есть они видят множество народа, апостолы спорят о чем-то с книжниками «и обе весь народ видев его ужасеся и пришуще целоваху его». То есть народ приветствует его. Целоваху это приветствует. «И вопроси книжники, что стязаетесь к себе». Христос хочет понять, а что там происходит, о чем идет спор. «И отвечав един от народа» это уже сроковой зачало, речи «учителю приведу сына моего к тебе имуще дух нем и идеши кулижду иметь его, разбивает его и пеной тешит, искрежещет зубы своими и оцепеневает и рех учеником твоим, да, и жденут его и невозмогоже». Оказывается, весь этот спор, крик этот связан с тем, что один человек привел к апостолам своего сына, у которого был дух немой и этот дух бросал его на землю и пена шла изо рта и мальчик скрежетал зубами своими и оцепеневает, то есть его скручивало, и этот мужчина говорит, «И рех учеником твоим, да, и жденут его, то есть изгонят этого духа, и невозмогоже». Они не смогли. Конечно, очевидно, что этот мужчина привел своего отрока к Иисусу, но Иисуса там не было. В этот момент Иисус с тремя апостолами находился на горе Фавор. Он же отвечав глаголы Ему. Христос начинает говорить этому мужчине, но через него как бы обращается ко многим. «О, Роди неверен, доколе вас буду, доколе терплю вы, приведите его ко мне, и приведу же его к нему, и видев его абе, то есть тот час, дух сотрясе его, и паде на земли, валяшеся, то есть дух опрокидывает ребенка на землю, пены теша, пена пошла изо рта, потекла, и вопроси отца его, спрашивают отца, кулика лет есть от нели же се бысть ему, то есть, а когда все это началось? Он же лече из детска, из детска, то есть, очень рано злые духи вошли в него, вот этот дух немоты, и многожды в огонь верже его, и в воды, то есть, часто этот дух бросал его и в огонь, и в воды, да, погубит его, вот о чем свидетельствует этот текст, он свидетельствует о том, что силы зла ограничены, бесы кидали этого юношу с детских лет из детска то в огонь, то в воду, но не смогли погубить, потому что Бог своими промыслами оберегает всех, но аше, что можешьи, помози нам, милосердовав о нас, Иисус же рече ему, еже, аше, что можешьи, вероватьи, вся возможно верующему. Христос призывает этого Отца проявить веру об исцелении Сына. А есть ли вера у этого человека? И Абия, то есть тот час, возопи, Отец, отрачати, со слезами глаголыше, верую, Господи, помози моему неверию. Вот это пример того, как человек маловерующий, но серьезный, большой, очень насущной проблемой пришел к Иисусу Христу. А что же его привело к Иисусу Христу, если не вера? Может быть, суеверие. О Христе говорили по-разному. Одни говорили, что это Он Креститель, другие что-то еще. Но в тот момент, когда Христос призывает его проявить веру, этот человек маловерующий, но у которого было большое и любящее сердце отца, и он хотел помочь своему ребенку, который из детска в таком состоянии, он со слезами глаголы же «Верую, Господи, помози моему неверию». «Видев же Иисус, як срисится народ, запрети духу нечистому», глаголи ему, «Души немы и глухи, асти помелеваю и зыди из него, и к тому не вниди в него». То есть, когда Христос исцеляет нас, это всецелое исцеление, а не так, что на какое-то время. как всякие там маги, колдуны, они могут на какое-то время загнать болезнь вовнутрь, а Христос исцеляет говорит «Изыди из него, и к тому не вниди в него, и не возвращайся в него, и возопив, и много пружався, пружався это сотресся, затрясся и упал, и бысь яко мертв, яко же мнозим глаголоти яко умреть». Многим показалось, что он умер. «И сужием его за руку, воздвижи его и воста, и вшедши ему в дом ученицы его, вопрошаху его единого, яко мы не возмогохом изгнать его». Они хотят понять, почему они не смогли изгнать злого Духа. Христос говорит, «Сейрод ничем же может изыти токма молитвы и постом, и оттуду и шедше, и дяху сквозе Галилею, и не хотяше, да кто увесть, то есть он проходит через Галилею, но не хочет обращать на себя внимания. «Учаше бы ученики своя, и глаголуше им, яко сын человеческий предан будет в руце человечести, и убьют его, и убиен быв, в третий день воскреснет». Они же не разумевах глагола боях усе его вопросите. то есть они же не разумевах глагола, то есть вот этого слова его, то, что он говорит о своей смерти, о воскресении, этот глагол для них непостижим, и при этом они боялись его вопросить. «И придя в Капернаум и в дому, быв, вопрошавший их, что на пути в себе помышлясти, Христос-то видел их недоумение, поэтому он их спрашивает, когда пришли в дом, что на пути в себе помышлясти, они же молчаху, им было как-то неудобно, друг ко другу бо, стезавшись на пути, кто из болей». У них там была еще одна проблема, они по дороге не только пытались осмыслить слова Христа, они вдруг переключились с этой духовной темы на тему, а кто из них самый главный. У нас вообще в современном христианстве это главная экклезиологическая задача понять, кто у нас главный, кто за кем должен сидеть, кто за кем должен стоять. Вот откуда ноги-то растут. «И сед пригласи на десятие, и сед пригласи оба на десятие». То есть Христос подзывает к себе двенадцать этих спорщиков, кто главный, такой серьезный вопрос, экклезиологический, и глаголы им «Аше, кто хошет старей быти, то есть старшим быти, да будет всех меньший». Здесь другая логика. Не то, кто за кем стоит, кто где сидит, а кто хочет быть первым, да будет всем слугою. «Да будет всех меньший и всем слуга, и приим отроча Христос ставит отроча посреди них, постави е посреди их и объем е обнял отрока речей и же аше едино таковых отрочать примет во имя мое меня приемлет и из меня приемлет не меня приемлет но послав шива мя на самом деле Христос говорит им не надо думать кто тут из вас старший кто за кем будет стоять кто кто там справа кто слева будьте как этот ребенок вы видите может быть вы первый раз видите этого отрока вы его никогда не видели но видите мое одобрение к нему а в чем оно заключается дети верят родителям всецело что родители говорят детям дети в это верят и Христос призывает апостолов в этом смысле стать как дети от веща же ему иоанн глаголя учителю видихом некоего именем твоим изгоняше бесы и же не ходит по нас то есть какой-то там появился последователь Христа а к нашей экклесии не принадлежит и возбранихом ему яко не последует нам Иисус же рече не броните ему никто же бо есть и же сотворить силу а имени мое и возможно вскоре злословие тебя и же бунесть на вы по вас есть Христос говорит не надо ему запрещать если именем моим он изгоняет бесы он не будет меня злословить если он не против вас он за вас но вы аши напоит вы чашу воды во имя мое «Яко Христове есте, аминь, глаголю вам, не погубит мзды своей, я, то есть даже тот, который даст вам стакан воды, яко вы Христове, то есть во имя мое, он не погубит мзды своей, то есть награды на небесах». «Иже Аше соблазнит единого от малых сих», здесь, возможно, он имеет в виду детскую доверчивость отрока, её нельзя обмануть, её нельзя предать, но по истолкованию малых сихи – это и апостолы. «Иже Аше соблазнит единого от малых сих, верующих в мя, добрее сьему, то есть лучше для него, паче, Аше облежит камень жерновый», то есть мельничный жернов, повесит ему на шею, «а вы его», то есть на шею его, «и вержен будет в море», то есть это лучше для него. Кто-то скажет, а что же в этом хорошего? Человек принесёт наказание в этой жизни, он не будет отвечать будущей. «И Аше соблазняет тебя рука твоя, если твоя рука соблазняет тебя, от сицию отруби, добрете есть беднику в живот в нити», то есть без руки в нити, «с этой потерей в нити, не же обе руцы, имущу в нити в гиену, чем целиком оказаться в гиене, в огонь неугасающий». Здесь Христос называет адский пламень неугасающим. Поэтому все те, которые верят, что адские муки прекратятся, они как бы представляют эти слова Христа неверными, но на самом деле неверны они сами. «И где же червь их не умирает, и огонь не угасает?» Итак, Христос называет этот огонь неугасающий и говорит о черве «не умирает, и огонь не угасает». «И аж и нога твоя соблазняет тебя, от сицию, добрете есть в нити в живот храму, не же две нози, имущу вержену быти в гиену, в огонь неугасающий, и где же червь их не умирает, и огонь не угасает». Здесь несколько раз Христос подтверждает существование вечных мук. «И аж и око твое соблазняет тебя, от сицию, добрете есть, соединим оком в нити в царствие Божие, не же две отцы, имущу вержену быти в гиену огненную, и где же червь их не умирает, и огонь не угасает». На самом деле речь идет не о руках, не о ногах и не о глазах. Здесь мы этого не видим. А вот в Евангелии от Матвея четко видно. Почему? А там сказано, если правая рука соблазняет, если правая нога соблазняет, если правый глаз соблазняет. И святые отцы говорят, почему сказано правая рука, правая нога, правый глаз? Чтобы ты понял, что речь идет не о руках, не о ногах и не о глазах. Потому что если меня соблазняет правый глаз, меня и левый соблазнит. Если меня соблазняет правая рука, меня и левый соблазнит. Правая нога, меня и левый соблазнит. Поэтому и сказано – правый глаз, правая рука, правая нога. Потому что если бы речь шла о нашем теле, о любой части нашего тела, то вина падала бы на Создателя тела. Но это мысль Богохульна. Ибо когда Бог все сотворил, Он сказал – хорошо весьма. И так как мир создан весьма хорошо, мы не можем ничего в мире природы воспринимать как источник греха. Грех рождается не в природе нашего тела, а в свободном произволении нашей души. В окончании этой главы мы находим такие слова Христа. «Всяк бы огнем осолиться, и всякая жертва солью осолиться, добра соль, аж и же соль не сланна будет, чим осолиться. Имейте соль в себе, и мир имейте между собой». То есть не теряйте здравый смысл. Не отрекайтесь от того, что принципиально и того, что очень важно. Будьте традиционалистами в хорошем смысле этого слова. Итак, сегодня мы с вами читали девятую главу Евангелия от Марка по тексту Астровской Библии. И если вы хотите не пропускать эти занятия, то я рекомендую вам подписаться на библейский портал «Экзегет», чтобы вы вовремя получали сообщение о том, что вышла очередная беседа по исследованию Евангелия от Марка по тексту Астровской Библии на старославянском языке 1581 года. Спасибо, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok